Приветствую всех на канале. Сегодня у нас на обзоре смартфон от компании OnePlus. Убийца смартфонов третьего поколения, модель OnePlus 3 или OnePlus 3. Кому как удобнее. Смартфон, собственно говоря, который продолжает линейку недорогих производительных смартфонов, которые идут где-то в ценовом диапазоне порядка до 400 долларов, как первая, вторая, третья. Модель приблизительно имеет одинаковую цену. Более подробно о цене вы можете посмотреть по ссылке под видео. Всегда, когда появляется новый смартфон от китайского производителя, китайского A-бренд производителя, всегда хочется его сравнить с какими-то более современными смартфонами, такими как, например, от компании Samsung, Apple. Ну, например, вот OnePlus 3 чуть-чуть чем-то у меня ассоциируется с линейкой HTC One, касаемая дизайна задней крышки и вот камеры, например. Но, впрочем, больше никаких особых сходств я не нашел. И то тут все довольно-таки отдаленно. Итак, смартфон имеет 5,5-дюймовый дисплей, разрешение его Full HD. Используется матрица Optic AMOLED. Мы знаем AMOLED, Super AMOLED. А что же такое Optic AMOLED? По существу это тот же Super AMOLED, но, как рассказал основатель компании OnePlus, цитирую, мы взяли Super AMOLED и настроили его контрастность и цветовую температуру, чтобы сделать его более реалистичным. Что сказать? Молодцы, действительно, картинка очень хорошо сбалансирована, скорректирована по цветам, обладает хорошей яркостью и контрастностью. Чего, например, нельзя сказать о производителе других смартфонов, которые ставят Super AMOLED с немного синим, либо зеленым завалом по цвету. Честно говоря, на первый взгляд, мне показалось, что хорошая IPS-матрица стоит. Но, тем не менее, Optic AMOLED. Плотность пикселей равна 401 на дюйм. Картинка сочная, четкая. Все идеально прорисовано. Никаких изъянов в картинке нет. Дисплеем слуховой динамик, фронтальная 8-мегапиксельная камера, рядом с ней есть датчик пропущенных уведомлений, он настраиваемый. Под дисплеем сенсорная клавиша, в ней же комбинирован с камер отпечатка пальцев. И есть также клавиши запуска приложений мультизадачности и клавиши возврата. Соответственно, сенсорная клавиша всегда возвращает на рабочий стол. Забыл вам продемонстрировать. В этом смартфоне мне очень понравился сканер отпечатка пальцев. Он просто молниеносно его включает, довольно-таки быстро прикладываю, и он мгновенно разблокируется. Что у нас по устройству? Значит, с фронтальной частью все понятно. Забыл вам сказать, дисплей покрывает 2,5D стекло. Причем это корнинг Gorilla Glass 4, который защитит от мелких царапин. Возможно, даже спасет от падения. С правого торца что мы имеем? Клавиша включения и выключения блокировки. Слот для установки двух nano-сим-карт. В верхней части у нас ничего нет. С противоположной стороны есть клавиша регулировка громкости, больше-меньше. И универсальная клавиша, например, ей можно быстро переключиться. В таком положении стоит режим все уведомления. В серединке будет режим избранное уведомление. И совсем, собственно говоря, все уведомления, все звуки отключаются. В принципе, очень удобно, чтобы не лазить по меню. Просто переключили отключатель и, собственно говоря, режим у вас уже включен. В нижней части мультимедиа динамик, порт USB Type-C, разговорный микрофон основной. И джек, точнее разъем под джек 3,5 мм для включения гарнитуры либо наушников. На задней стороне 16-мегапиксельная камера, светодиодная вспышка, логотип компании. Ну и, как мы видим, здесь есть вырезы пластиковые. Они, собственно говоря, под антенны GSM, Wi-Fi, Bluetooth. Задняя крышка выполнена из алюминиевого сплава. Смартфон имеет габариты в высоту 152,7 мм. Ширина его составляет 74,7 мм. Толщина его всего лишь 7,4 мм, довольно-таки тонкий и очень приятный смартфон. При, собственно говоря, тактильных обращениях к этому аппарату ничего я такого не заметил. Что-то каких-то зазубрин, каких-то острых граней. Все довольно-таки сделано приятно. И никаких, в принципе, претензий к качеству сборки у меня нет. Ничего не скрипит, не люфтит. Все очень качественно. Смартфон работает под управлением операционной системы, которую производитель сам собирает. Называется она Oxygen OS, версия данной 4.0.2. Базируется она на Android 6.0.1. Кстати, на данный момент уже появилось обновление. Обновления прилетают по воздуху. В данном обновлении речь будет касаться уже о Android 7.0.1. И с какими-то исправлениями багов, скорее всего. Хотелось бы сразу поговорить о аппаратной начинке. Все здесь очень быстро, прибыстро работает, летает. Как вы заметили, оболочка похожа на Google Start. Немножко переработана, есть свои иконки. Ничего особого здесь из программ особого нет. Все довольно-таки стандартно. Сервисы от Google. Ну и больше ничего. FM-радио в смартфоне нет. Никаких АК-портов. Есть модуль NFC, правда. Значит, что касается производительности. Ну, во-первых, смартфон базируется на четырехъядерном чипе от компании Qualcomm. Модель Snapdragon 820. За графику отвечает производительный графический ускоритель Adreno 530. В смартфоне уже установлено 64 гигабайта встроенной флеш-памяти. 53 доступно для пользователя. И самое-самое-самое, что отвечает за производительность, это 6 гигабайта оперативной памяти стандарта LPDDR4. В смартфоне есть, как я сказал, слот для установки сим-карт. Немножко попозже я продемонстрирую его. Но нету слота для установки карты памяти. Возможно, это будет неактуально, поскольку 64 гигабайта, в принципе, вполне достаточно, чтобы хранить кучу фотографий, музыкальных файлов и даже видео. Смартфон работает в беспроводных сетях 2, 3, 4 GLT, работает также в CDMA-сетях, но у нас в России их нету и, думаю, уже не появится никогда. Wi-Fi стандарта ABGNAC со скоростью до 1 гигабита в секунду в формате AC. Bluetooth 4.2, навигация, поддерживается GPS от GPS, GLONASS. Кроме того, в смартфоне установлен емкий аккумулятор. Емкость его составляет 3000 мАч. В принципе, смартфона хватает в среднем на полный световой день до позднего вечера. Если быть точнее в цифрах, то в режиме разговора в 3G-сетях смартфон может проработать порядка до 33 часов. В режиме веб-браузинга, опять же в 3G-сетях, порядка 8 часов. В воспроизведении видео около 13 часов. Ну, где-то, если, наверное, какие-то 3D-игры, 3D-приложения, игрушки будет запускать, ну, я думаю, часов 5-6 смартфон абсолютно должен выдержать. Преимуществом данного смартфона и отличием от других аналогов, от производителей таких, как, например, Xiaomi Meizu. Здесь очень реализовано много интересных фишек. И что нельзя сказать о компании, например, Xiaomi Meizu, в их флагманах, ну, не всегда встречаются такие камеры. Как я сказал, основная камера 8-мегапиксельная, тыловая камера 16-мегапикселей, оба сенсора производства компании Sony, серия IMX, например, основная камера модуль стоит IMX-298, фронталка IMX-179. Кроме того, основная камера имеет фазовый автофокус и оптическую стабилизацию, что очень даже неплохо при съемке, допустим, на ходу, либо каких-то быстродвижущихся объектов, которые вы будете догонять, собственно говоря, камерой. Интерфейс камеры довольно-таки очень прост. Тут нету кучи непонятных настроек. Все здесь выполнено в таком роде, например, есть интервальная съемка, замедленная съемка здесь производится, но это видеосъемка при разрешении 720p. Фото настройки позволяют сохранять геометки. Есть также режим сохранения фото в нежатом формате RAW. Функция видео. Максимальное разрешение значения, то есть минимальное 720p. Также есть 4K, 1080p и 1080p при 60 кадрах в секунду, соответственно, с возможностью вывода сетки. Фронтальная камера также умеет снимать видео в максимальном разрешении 1080p. Думаю, с камерой тут все понятно. Ну, давайте-давайте посмотрим на качество фото. Я сделал несколько снимков. Пасмурная погода. Ну, вот такие вот примеры. На мой взгляд, очень неплохо это все дело смотрится, особенно на экране дисплея при его плотности 401 пиксель на дюйм. На экране вашего монитора, например, 23-дюймового с разрешением Full HD, где пиксель составляет там где-то плотность порядка 100 с небольшим пикселей на дюйм, конечно, тут будет менее качественно. Фото колодезного люка. Я специально сделал еще одно фото в максимальном увеличении. Качество практически не пострадало. Опять же-таки, вот снимок, где фото здания на заднем плане и тоже максимальное увеличение приближения. Тоже вполне зум неплохо работает. Фото на фронтальную камеру. Макросъемка тоже показала себя с неплохой стороны. Посмотрели камеру, давайте теперь насчет производительности. Я продемонстрирую предварительно сделанные тесты. Опять же-таки, возвращаясь к дисплею, хотелось бы продемонстрировать мультитач-тест. Показывает он значение. Есть одновременно касание, поддерживается. В принципе, неудивительно для такого смартфона все-таки флагман. Показатель на сегодняшний день практически максимальный. Geekbench 4. Результат 1741 на 4137. Тоже достоин внимания. Ну, для производительности, наверное, в графике я сейчас запущу в Чермак. Ну, давайте, наверное, тест разрешением Full HD. Я думаю, у никого не должно быть сомнений, что с такой оценкой могут быть какие-то проблемы с играми. Поэтому просто посмотрим красивый бенчмарк. Несмотря на то, что бенчмарк где-то середина 2014 года, но графика все равно на уровне и довольно-таки прилично подгружает как процессор, так и графический искоритель. Субтитры сделал DimaTorzok Звук мультимедиа динамика довольно-таки мощный. Есть даже некий эффект объемного звучания, несмотря что он один. Прорисовываются низкие частоты, при этом никаких лишних шумов я не услышал. Думаю, достаточно этой демонстрации. Итак, понятно, что у нас в руках действительно смартфон с флагманской начинкой, с производительностью. Давайте немножко тоже походим по меню. Ну, например, в настройки. Что мы имеем? Ну, соответственно, есть настройка беспроводных сетей, сим-карт. Опять же-таки, если перейти к экрану, есть у нас адаптивная регулировка. Соответственно, смартфон автоматически регулирует уровень освещения. Цветовой баланс можно регулировать. Ночной режим, скорее всего, подразумевает под собой режим фильтра синего. Карманный режим позволяет защищать от ошибочных операций на сенсорном экране благодаря датчику холла. Ну, тут можно выбрать также заставку. Звуки уведомления тут настраиваются у нас рингтоны. Есть некий набор, который можно, соответственно, заменить другими, своими более любимыми. Индивидуальная настройка. Темный режим. Мы можем включить темный режим. Это вот будет у нас выглядеть так, то есть рабочий стол. И вот так вот уже темный фон под меню. Мне, кстати, он больше нравится. Опять переходим к индивидуальной настройке. Например, вот интересная опция летоповещения. Поскольку вот здесь есть диод, мы можем настроить общее оповещение. Причем для каждого можно установить вот эти вот 8 цветов. Например, на общее оповещение батареи заряжены, идет зарядка, низкий заряд. И также есть оповещение для каждого из приложений, каким-то можно разрешить, если они вам, собственно говоря, очень необходимы. Но не хочется постоянно смотреть дисплей. Ну и, соответственно, летоповещение можно, собственно говоря, совсем отключить. Поскольку здесь есть сенсорные клавиши на самом корпусе, есть тут также... Я немножечко заблудился. Такая опция жесты. Кстати, можно включить двойным... Опцию двойным тапом включать экран, открывать камеру. И вот, собственно говоря, кнопки. Панель навигации можно вывести, если вам неудобно здесь ими пользоваться, можете их вывести на экран. Соответственно, переназначить клавиши в обратном порядке. И, например, есть настройка управления, например, кнопка «Домой». Долгое нажатие выключает экран. Двойное нажатие на клавишу, например, что-то там можно, допустим, открыть камеру. Проверяем. Долгое нажатие выключает экран. Двойное нажатие запускает камеру. Все четко и быстро реагирует. Давайте посмотрим на комплектацию. И я, собственно говоря, с помощью необходимого инструмента смогу открыть лоток, чтобы продемонстрировать, что там у нас внутри. Коробка у смартфона немаленькая. Все в фирменном стиле, в красном. Тут есть такой вот картонный пенал. В нем у нас, собственно говоря, идет та самая необходимая скрепка. Есть также наклеечка, подобно как компания Apple свои яблочки кладет в айфоны, в айпэды, маки, аймаки. Инструкция по эксплуатации. Ну, какие-то брошюрки. В принципе, тут ничего такого особо интересного нет. Кроме того, фирменный кабель красно-белый, USB Type-C. Кроме того, смартфон поддерживает быструю зарядку. Вот такой вот блочок идет. Немаленький, кстати, тяжелый. Грамм, наверное, 100 весит. Фирменная технология быстрой зарядки от компании OnePlus называется Dash. Соответственно, на выходе мы имеем 5 вольт и 4 ампера. То есть 9 вольт и 2 ампера. Такого здесь нет. Так что ни в коем случае не подключайте, если вы являетесь или собираетесь стать владельцем данного смартфона, никакие устройства к этому заряднику, скорее всего, сгорит цепь питания, поскольку 4 ампера. Это очень большая редкость у смартфонов, планшетов. Все-таки это 5 вольт 2 ампера, либо другие варианты. Поэтому только используйте данное зарядное устройство с этим аппаратом. Лоток сим-холдера выполнен вот в таком вот стиле. В нем есть две заглушечки, на которых написано nanoSIM only, то есть мы сюда можем установить только nanoSIM-карты. И, соответственно, заглушечки вытаскиваются. Еще раз обращу ваше внимание, что карты памяти съемные этим смартфоном не поддерживаются. Смартфон выпускается в двух цветовых вариантах. Цвет графит, это вот как у меня на обзоре, и софт голд. Пока софт голд не поступал, к сожалению, показать, предматривать я его не могу. Ну, конечно, более популярная модель, графитовая. Но более популярная модель, естественно, обычно бывает графитовая, либо черная. А на золото все-таки меньше спрос покупателей. Ну что, вот я вас и познакомил с OnePlus 3. Такой вот неплохой смартфон, обладающий флагминскими действительно характеристиками. Мощный четырехъядерный процессор. Шикарный объем оперативной памяти. Это 6 гигабайт. 64 гигабайта встроенных. Поддержка двух сим-карт, 4G, отличный дисплей. Ну и, соответственно, хорошие камеры и производительность. Для кого-то, может быть, покажется, что данный смартфон имеет изъян ввиду того, что здесь отсутствует слот под карту памяти. Но в действительности, на самом деле, если к этому делу подходить, то в последних версиях Android компания Google уделяет внимание производительности и делает блок на установку приложений на съемный флеш-накопитель. Только можем установить во внутреннюю память. Это раз съемную флешку вряд ли это получится без дополнительных манипуляций. Ну и, во-вторых, как я и говорил, из 64 гигабайт для пользователей доступно 53. То есть здесь можно хранить очень много видео, фото и аудиофайлов. Надеюсь, этот обзор был для вас полезен. Если вам понравился обзор, обязательно оцените его, поставив палец вверх. Ну, на этом все. И до скорых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok